Уверенности в завтрашнем дне. Высказанное губернатором Кубани пожелание, как нельзя точно совпадает с надеждами самого бизнеса. Малое и среднее предпринимательство сегодня один из основных драйверов экономики. Вместе с тем, это наиболее уязвимый сегмент бизнеса. Как защитить его, об этом говорил и Вениамин Кондратьев. Форум «Дело за малым» набирает свою активность, набирает свои оборудования. Это подчеркивает, что нужен форум, нужна эта площадка для общения, для обмена мнениями, для обмена решениями тех проблем, жизненных проблем, которые сегодня возникают перед малым, средним бизнесом. И что само по себе не может не радовать, что эти проблемы, которые, или их решения, которые обсуждаются на площадке форума, находят реальное уже отражение нормативных актов, которые на уровне и федеральном, и краевом принимаются. Это, наверное, есть его прикладное значение, которое сегодня необходимо жизни, необходимо малому, среднему нашему бизнесу, необходимо развитию экономики региона, конечно, во всей стране. Главная тема пленарного заседания – цифровая трансформация бизнеса. В числе спикеров – уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, заместитель министра экономического развития страны Вадим Живулин и многие другие, от кого зависит финансовая стабильность России. Специальным гостем стал американский актер и продюсер Стивен Сигл. Такого рода мероприятия – это прекрасная возможность для всех, для малого, среднего, крупного бизнеса, поскольку у всех есть возможность высказать свое мнение, послушать экспертов и что-то для себя новое узнать. В составе анапской делегации было 65 предпринимателей. В большинстве своем они представляют санаторно-курортную отрасль и торговлю. Это основа малого и среднего бизнеса в Анапе, и ему здесь комфортно. Об этом говорят новые предприятия, которые открываются на территории курорта. В Анапе очень большой сектор малого и среднего бизнеса, и, безусловно, людям требуется развитие. Им требуется поделиться своим опытом, получить этот опыт. Сегодня в сфере малого и среднего бизнеса задействовано более 30 тысяч человек, а совокупный оборот только за первое полугодие превысил 25 миллиардов рублей. Все развитие у нас за малым и средним бизнесом, чему надо уделять внимание. В Анапе у нас есть программа для развития малого и среднего предпринимательства, но надо стремиться к лучшему, потому что основное, то, что мы имеем, это малый и средний бизнес на нашей территории. Для анапских предпринимателей участие в форуме – уникальная возможность перенять опыт от экспертов и бизнес-тренеров с мировым именем. Впервые форум «Дело за малым» прошел в 2016 году. За два года количество участников выросло втрое, и это лучшая оценка его эффективности, говорят организаторы. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа. Регион.